Активисты московского СтопХама, столь популярного движения в интернете, те самые, кто расклеивает наклейки, приехали в Саратов. С водителями они на этот раз не боролись, а говорили о том, как искоренить хамство на дорогах. Также общественники обсудили, как вывезти на чистую воду таксистов-нелегалов. Участие в разговоре принял основатель и глава общественного движения СтопХам Дмитрий Чугунов. Пришел он и в нашу студию. Здравствуйте, Дмитрий. Доброго дня, Павел. Расскажите о том, почему в принципе появилось движение СтопХам и что подтолкнуло вас на его создание. Любое движение, будь то СтопХам или абсолютно любое другое, начинается как аллергическая реакция общества на что-то, на какую-то проблему. Но начинается всегда с личной истории. СтопХам начался с личной истории, когда я больше двух с половиной часов простоял за припаркованной неправильной машиной, не мог ее объехать ввиду того, что была двойная сплошная, сзади перекресток, на который тоже выехать не получалось. И, собственно, я ждал, пока кто-то придет в этот автомобиль и поедет. Но когда через два с половиной часа пришла девушка из соседней кофейни, села в машину и уехала, я понял, что, собственно, да, надо что-то менять. А помните ли вы свою первую акцию? Да, мы с друзьями буквально чуть ли не на следующий день взяли простые хэндикамы, камеры, быстро напечатали какие-то наклейки, вот там первый формат, на это ушло, может быть, день максимум. И по городу на двух или трех машинах мы ездили, просто искали тех людей, кто паркуется за гранью. И, собственно, вот это первый, вот это май, конец мая 2010 года. Какова цель была главная? Все-таки показать людям, что надо жить по правилам, доказать? Мы хотели получить обратную связь, снять эти видеоролики, разместить в сети, мы ни на что не рассчитывали. Мы хотели понять, а это только нам интересно, это только нас раздражает или это действительно проблема? И когда мы выпустили первые видеоролики, ну, мы поняли, что мы попали прямо в точку. То есть в аудитории поняли, что это настолько наболевший вопрос, вот ткни, и оттуда прям вот пышным цветом, как говорится, полилось. Не всегда самое приятное, то есть там была и критика, и конструктивная, и деструктивная. Ну, и мы, безусловно, поначалу допускали ошибки, например, мы искренне считали, что нарушают только люди на дорогих автомобилях, то есть там есть некая сегрегация в этом вопросе, но очень быстро убедились, что хамло бывает и на четверке цвета баклажан. Расскажите про методы борьбы, помимо тех самых наклеек, которые мне плевать на всех, что еще вы используете? Проект сам по себе, педагогический, потому что сам эффект проекта не в том, что мы наклеили наклейку и перепарковали конкретную машину, а в том, что потом выйдет видео обязательно, которое посмотрит несколько миллионов человек в соцсетях. И после просмотра 5-5-50 видео, неважно, у каждого свой порог, но приходит понимание, что вот так хорошо, а вот так не очень. И когда ты едешь вот так, ты выглядишь идиотом. И более того, тебе объясняют, почему ты выглядишь идиотом и почему ты мешаешь. То есть это имеет воспитательную ценность, гораздо больше, чем наклеена наклейка на кого-то в видеоролике. Потому что имеет очень жесткое, откладывается на подсознание, и люди в перспективе, садясь за руль, уже начинают оценивать, а как я еду? Буду ли я выглядеть как идиот, если я сейчас встану вторым рядом и закрою целую полосу движения? Скорее всего, да. И люди просто едут дальше и ищут свободное место. В этом ценность проекта. О том, попались ли активистам движения «Хамы» на саратовских дорогах, много ли их в нашем городе, а также грозит ли нарушителям Саратова наклейка на лобовое стекло, мне плевать на всех. Об этом и многом другом расскажем в итоговой программе новости РНТВ «Саратов» в субботу, 26 сентября в 12.30. Не пропустите!